Добрый день, это программа «Условно ваших» и «Москвы». Меня зовут Егор Жуков и сегодня мой гость, адвокат Илья Нояков. Илья, привет! Привет! Первую часть разговора я бы хотел посвятить обсуждению российской правоохранительной и судебных систем. В общем, об их несправедливом устройстве говорят постоянно, но, думаю, было бы классно все-таки в какую-то конкретику вцепиться и какие-то конкретные детали, нюансы обсудить, понять, что все-таки вызывает такую ситуацию. Вот начнем, собственно, про суды и, знаешь, вот прям если перечислить списком, что не так с российской судебной системой. Смотри, ты имеешь большое преимущество в этом вопросе перед другими журналистами, ты можешь сам на своем опыте сказать, что не так с системой. Может быть, ты начнешь, а я подпоем. Ну, с российской судебной системой, если говорить про, наверное, самую главную негативную черту, это отсутствие независимости. То есть, это абсолютное понимание как в обществе, так и в принципе того факта, что по любому делу, по которому у, например, администрации президента или каких-то других людей, причисленных к нашей политической элите, есть какое-то мнение, то они могут, грубо говоря, позвонить и, в общем, судья примет такое решение, о котором хочется политической элите. Вот можно с этого начать. Ну, это то, что бросается в глаза. Я, по-моему, даже в студии Еха несколько раз уже об этом говорил, но повторение мать учения. Важно понимать, откуда берется эта зависимость. Она берется из двух вещей. Из того, что суды у нас устроены по принципу феодальной пирамиды. То есть, в каждом суде, будь то районный суд, будь то областной и краевой суд, будь то Верховный суд, есть главный судья, который, в принципе, ничто не мешало бы этому суде быть таким, не знаю, учетным председателем с функциями завхоза. То есть, если судья должен быть человек с финансовой подписью, то вот это мог быть судья, который там по очереди мог бы обязанность исполнять, или это мог быть самый старший судья, это мог быть кто угодно. Если только он не командует своими судьями, как командир солдатами, то, в принципе, не важно, кто он такой. Закупает он мебель, платит он зарплату сотрудникам, выписывает он премии, секретаршам, это все не влияет на качество голоса. Проблема в том, что по своему функционалу, председатель любого суда в России, это царь-бог и воинский начальник. Он в конечном счете, даже при том, что у нас потихонечку внедряется система компьютерного распределения, и все говорят, что да, 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 вот скоро уже будет полное распределение компьютера. Она еще не введена, да? Нет, она еще полное введена. То есть она вроде как уже скоро год будет примерно работать. Ну, я могу сказать, как она работает в Киеве, вот у меня сейчас был как раз опыт, где эта система работает уже, по-моему, 3 или 4 года. И когда нужно подмастырить так, чтобы дело рассматривал конкретный судья, оказывается, что все остальные в этот день заболели или ушли. И глупый железный компьютер выбирает там из двух судей, выбирает того, кого нужно, потому что оба этих судьи попадают в обойму, которая в данном случае была заряжена. То есть даже когда компьютер введен, его можно обмануть, а там, где компьютера нет, это не нужно и делать. Просто из своей резолюции председатель пишет, что это дело у судей и вам обмануть. У меня никого обмануть. И в то же время председатель суда имеет массу возможностей испортить жизнь тому судья, который сделает что-то не по его. У нас очень мало судей лишают полномочий по жалобам населения. Ну, когда бывает какая-нибудь лютая ситуация, когда судья попадает на видео пьяный, матерящийся, и понятно, что это судья, вот тогда могут быть приняты меры, так сказать, по инициативе судья. Если люди жалуются на неправосудие, очень редко это заканчивается каким-то неприятностями до судей. В то же время, когда представление на судью вносит его собственное начальство, это может быть председатель суда или зампредседателя. Непринципиально. Важно, что это исходит от начальства. Как правило, для судей это заканчивается потерей мантии и очень большой пенсии. А судьи у нас работают за пенсией. Это и главный стимул, потому что зарплата плюс-минус такая, какую можно видеть в других местах. Вот пенсия очень-очень по российским меркам вкусна. И для судей лишиться права уйти в отставку и больше ни о чем до конца жизни не думать, это главная карьерная потеря. А в чем проявляется вот эта самая зависимость от председателя конкретно в вопросе продвижения? То есть какие есть инструменты у председателя повлиять? Ну, помимо того, что просто выгнать, любой судья, он имеет какие-то свои карьерные перспективы, если он хочет выдвинуться на следующий уровень. Если он работает в районном суде, хочет быть судей полосного суда. Его карьерное продвижение без поддержки, и тем более в ситуации конфликта с председателем, невозможно. Увольняют судей, как я сказал, в ситуации конфликта с руководством суда очень легко. И судья понимает прекрасно, что а, если он будет чудить свои дела, которые ему уже расписаны, это для него кончится плохо. И б, что если он будет чудить, то просто те дела, в которых можно чудить, ему не будут давать. То есть председатель будет всегда, во всех случаях, когда речь идет о деле интересном администрации, председатель всегда знает, кому его расписан. Если судья Петров строптивый, значит дело будет рассматривать судья Иванова. Прости, я вот вернусь, небольшой момент, может быть я не совсем понял. А председатель может прямо уволить судью районного суда? Своей подписью нет. Председатель может инициировать дисциплинарное разбирательство, квалиф коллегии судей. В общем, все это делается быстро, хотя и вроде как соблюдение европатических процедур. У нас довольно интересное зрелище представляет собой публичное слушание в квалиф комиссии по судям, по назначению судей, когда ставится вопрос к какому-нибудь матерому суде, у которого, например, диссернет нашел списанную диссертацию. И когда судья объясняет своим коллегам, что нет, вы знаете, вообще-то диссернет это вражеские враги, и они все клевещут, и его коллеги с ним соглашаются, ну да, конечно, работать дальше Иван Иванович. И когда наоборот приходит какой-нибудь претендент, который хочет занять вакантную должность, ему говорят, а что это у вас, милый человек, что это у вас? В прошлом году было целых две отмены ваших решений. Это как же так? Это вы, получается, плохой судья. Отмена – это еще один лайфхак в жизни судей. Отмена довольно сильно зависит от твоих отношений с руководством. Потому что есть твой руководитель в твоем суде, и есть, если ты работаешь по первой инстанции, есть апелляционный состав, который будет заниматься твоими решениями, когда они подадут апелляцию. И совершенно не секрет, что эта практика предварительного созвона с судьями апелляционной инстанции и предварительного проговаривания, а что же такое написать, чтобы вы потом это не отменили, она существует. Именно поэтому председатель Мосгорсуда у нас такой, она, вернее, такая царица московская. Но если мы говорим о Егоровой, Егоровой по многим причинам царица, там совокупность факторов. В московском суде сходятся апелляционные вожжи от районных судов, на территории которых находятся центральные округи, центральные квартиры ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратура, МВД, все, что хотите. Если решение всяких следственных вопросов занимаются районные суды, а обжалованием занимается Мосгорсуда, то, пожалуйста, это очень-очень важное место. И это работает так, что если ты попал в немилость каким-то образом, к своему ли начальству или к начальству через этаж, то у тебя, как у судьи, будет образовываться большое количество отменов. А чтобы тебе было с этим проще справляться, тебе выпишут повышенную нагрузку. Потому что, опять же, не до конца эта система автоматизирована, и можно сделать так, что один судья будет захлебывать за потоке дела. И, естественно, у него упадет, объективно упадет, без всяких макинаций, упадет в качество работы, и он будет затягивать сроки. В общем, суде очень сложно себя существовать независимым. Он должен, с одной стороны, быть готов в любой момент уйти на вольные хлеба, без гарантии пожизненной пенсии. А с другой стороны, он понимает при этом, что даже если он вот так вот топнет ногой, то на его место тут же придет человек, который будет делать то, что отказался делать. Вот по этой причине на суде очень плохая надежда. Потому что из них, я не устаю это повторять, чтобы судьи на меня не держали зла и не считали. Тем более, что среди них уже довольно много моих одногруппников бывших. Среди судей много порядочных людей. Просто личная порядочность вот при такой постановке системы, она мало что может дать общей картиной. Общая картина будет такой, какая она есть. 0% оправданий, 0% в четверти, да? Все-таки, Юрис, пока он меня догнал. Живи, живи. Да, спасибо. Слушай, ну хорошо, окей. Как тогда это исправлять? Вот если вирус тебя не догнал, Илья Новиков, министр юстиции, как это исправлять? Ну да. Все меня почему-то хотят сделать министр юстиции. Хотя это, по-моему, должность очень неблагодарная во всех смыслах. Сейчас у нас... Кто у нас сейчас министр юстиции? Понятия не имею. Да, ну вот. Не знаменитая должность такая. А кто у нас генеральный прокурор? Попов, по-моему. Нет, Краснов. Краснов, и Краснов-Попов в Москве, да, точно. Ну неважно. В общем, что с этим делать? Делать надо сразу, если так брать по-шуминовски, да, там делай раз, делай два. Делать нужно сразу несколько вещей. Первая вещь заключается в суде присяжных. По сути, у нас сейчас присяжные судят, ну, грубо говоря, топоза убийств. Там, на самом деле, это влияется чуть более сложная подсудность. Их оттуда полностью изъяты дела о шпионаже по закону, но в тоже время туда включены дела по насильственному ощущению вреду здоровья, которая закончила смерть. В общем, там в двух словах это не опишешь. Но если описывать действительно одной фразой, то, по сути, это просто с небольшим довеском. И присяжные в прошлом году в Москве выдали 40% оправдания. Что не значит, что 40% обвиняемых, которые пристали перед присяжными, действительно были невиновны авиации тогда. Это значит, не больше, не меньше, чем то, что прокуратура не может работать с присяжными. Потому что она, по сути, растренирована. Типичный прокурор в процессе, опять же, не будем никого показывать пальцем, есть хороший прокурор. Хотя я не знаю, что человеку с творческой жилкой и уважающему себя, что ему делать в прокуратуре, когда как адвокат он может зарабатывать гораздо больше и чувствовать себя при этом в дайте. Но бывает, что люди считают, что выступая на стороне государства, они там сам выступают на стороне какого-то порядка, справедливости. Их дело. Но типичный прокурор, он приходит в суд, понимает, что все, что от него требуется, это прочитать некое количество бумаг. Когда производится допрос свидетелей, прокурор смотрит носом в протокол допроса того же свидетеля, следователя в наследстве. Подтверждаю все, что ты говоришь. И если свидетель отклоняется в сторону, прокурор задает ему наводящий вопрос. А если этого не делать, прокурор делает судья за него, чтобы сказанное на суде более-менее совпадало с сказанным наследством. Потому что если не совпадает, нужно проверять, почему не совпадает. Если совпадает, значит все хорошо. Считается у нас. Присяжные это не воспринимают. Присяжным, если ты не объясняешь, как было по-твоему на самом деле, если ты их не убеждаешь с очень конкретными вещами в руках, они тебе не поверят. И так получается, что кукуром они не верят очень часто. Присяжные вообще полезная штука. Они даже нужны не столько для того, чтобы судить отдельные дела, но в отдельном деле они могут правильно судить, неправильно, могут ошибиться. Это другое. Это статистика, что называется. Можно попасть в погрешность и, будучи полностью невиновным, быть осужденным присяжным за милую душу. Присяжные важны, как такая мальчичная на горизонте фигура, которая мотивирует следователя работать нормально, с пониманием, что если дело пойдет в суд, и там присяжные потом человека оправдают, то начальство уже не скажет, что все было нормально, потому что прокурор сказал, что нормально. Не будет нормально. Начальство на тебя спихнет все эти косяки, которые вылезут из судья. Для прокуроров это тоже стимул не утверждать обыдательное заключение по делам, которые у присяжных, скорее всего, развалятся, потому что невозможно присяжным объяснить, что человек, на которого напали четвером, и он кого-то из них убил, что вот это он с превышением необходимой обороны. Судья за милую душу напишет такой приговор. Присяжные скажут, что как это? Четыре на одного? Такому герою, ему спасибо надо сказать, что он нас избрал такого негодяя. Я оправдаю. И поэтому многие вещи решаются просто самой перспективой того, что дело попадет в присяжные. Нужно ликвидировать как класс эту фигуру председателя суда. То есть вообще? У нас есть судья. Вообще. Ну, может быть, для церемониальной функции. Просто берите самого старшего судью или назначайте их по очереди раз в месяц. Если вам нужна такая фигура, пусть это будет. Есть судебный департамент, Министерство юстиции, при Верховном суде, который деньги получает от Минюста. Я не помню, как у них сейчас устроен бюджет. В общем, это такое хозуправление судебной системы. Для всех хозяйственных функций, мне кажется, судебный департамент и больше недостаточно. Нужно отцеплять прокуратуру от субъектов, мне так кажется, по крайней мере. У нас сейчас последняя такая новинка в судебной системе – это то, что появились конституционные суды, которые живут не по, что называется, не по месту прописки. То есть конституционный суд, он живет в каком-то одном субъекте федерации, но при этом судит другие субъекты федерации. И нарушается вот эта привязка, что все идет по вертикали, что если где-то накосячила районная прокуратура, то ее прикрывает областная. Областная прокуратура уже не может прикрыть, так успешно и так эффективно, на конституционном суде, который находится в другом регионе. То есть здесь не нужна федерализация, здесь, по-твоему, наоборот, надо выводить это с уровня субъектов? Даже если раскрутить маховик антифедерализации на полную мощь, он еще долгие-долгие годы не выйдет на нулевой ответ. Потому что у нас очень сильно эта система завязана на личности и на вертикали. Председатель суда, Вячеслав Михайлович Лебедев, когда я преподавал студентам, я им задавал греческий вопрос. Ну, каждому курсу один раз, естественно, потому что второй раз такая шутка не работает, но каждый курс ловился обязательно. Скажите, пожалуйста, дети, говорил я. А вот при ком у нас назначили Вячеслава Михайловича Лебедева? Я думаю, что при Лебедеве же. Ну, это такой ответ с подковыркой, который не засчитывается. Большинство, естественно, говорило при Путине. Потому что, ну а что? У нас все при Путине. У нас Великая Победа при Путине, у нас Гагарин. Ты понимаешь, главное достижение Путина – это победа в Великой Отечественной войне? Да, я говорил, нет, дети, нет, нет, не Путин. Они говорят, ну, там пытались вспомнить кто-то, кто постарше тот. Помню, что был Ельцин, там, кто помоложе уже. Фамилия такой, не помню, он говорит, ну, ну-ка, Ельцин говорит, нет, дети. И он, значит, при Горбачеве. И для председателя Верховного Суда американского типа, где это действительно такая фигура церемониальная, это просто один из девяти судей. У председателя, по-моему, есть одно единственное привилегие. Ну, там, может быть, еще одно есть, но я вторую так сходу не вспомнил. Председатель, даже если он самый младший по возрасту судья, он никогда не бывает дежурным судьей по открыванию дверей. Вот у них там есть такое, когда они совещаются, уже ушли совещаться на решение, то, что у нас называется тайно-совещательная комната. Если кто-то стучится снаружи, один из судей должен подойти и дверь открыть, потому что никто не имеет права вломиться туда снаружи. Должно быть судейское на этой воле. И это делают всегда младшие по должности, по стажу судья. То есть вот кого последний назначили, тот и бегает открыть дверей. Председатель от этой миссии избавлен, по-моему. Это единственное, что отвечает председателя от других судей Верховного Суда. И там, когда какой-нибудь Ренквист служит 25 лет, или какой-нибудь там судья Тани, которому сейчас носят памятники, потому что он был жуткий рабовладелец, служит там тоже 40 лет, это не является большой проблемой, потому что его, этого отдельно взятого председателя, роль не такая уж великая. Когда 30 лет на должности находится человек с полномочиями в председателе Верховного Суда России, который активно участвует в кадровой работе, который активно решает, кого подвинуть на какую должность, кого поставить на такую суд, кого поставить на секвой суд, кого уволить. Занимается всякими, всякой межведомственной дипломатией, ходит на встречи с прокурорами, со следователями, что-то обсуждает вопросы повышения конституционности и законности. Это все чревато. И я боюсь, что фигуру Вячеслава Михайловича при... Но я не буду притворяться, что мы его как-то там особенно любим по этому поводу, хотя это был человек, который мне вручал диплом. Я сейчас вспомнил, могу ли я что-то хорошее сказать, а председатель Верховного Суда. Это был человек, который мне вручал диплом, когда я закончил Академию Холосовства. Но все-таки человек врастает туда, и из потенциального решателя проблем к... Я даже сказал, что к концу десятилетия, не то, что к концу десятилетия, уже становится источником проблем. Или, по крайней мере, источником того, что проблемы оказываются не решаемыми. В разумной войне. Если продолжать о каких-то мерах, которые можно применить, вот, например, в тех же штатах существует институт выборности судей, причем там разных уровней, там выборы полицейских тоже существуют, шрифов в первую очередь, выборы прокуроров штата, да, тоже есть, тоже распространенная практика. Нужно ли в России вводить выборность различных должностей в правоохранительной и судебной системе? Ну, вообще, идея абстрактно хорошая, но она требует такой очень густой и очень толстого слоя вот этой демократической почвы. Потому что, когда у тебя судьи выбирают с 18 века и все к этому привыкли, то, ну, более или менее все понимают, что, да, но судья республиканец, он, скорее всего, будет более жесткий, а судья демократа, он будет там более лидеральный. Но все равно в каком-то интервале, да? Вот представь себе, что у нас завтра ввели выборы, значит, там в Конституцию вписали 130-ю поправку, у нас выборность судей района наступила. И вот тебе кандидаты, значит, судья от «Единой России», судья от «Справедливой России», судья от ЛДПР и судья, который как бы независим, но на самом деле тоже от «Единой России». Нет, ну, если поправка такая при той же самой политической системе, очевидно, если, предположим, что у нас политическая система изменилась, стала более свободной. Понятное дело, что нету традиции, но, с другой стороны, вот как просто, вот как мера, которая, опять же, вот у нас наступила «Прекрасная Россия будущего», вот с первого дня этой «Прекрасной России будущего» может быть закреплена. Я бы сказал, что с первого дня это делать не стоит, где-нибудь с 2020 года, когда все устоится, потому что судьи – это очень специальная вещь, это требует очень большого такого вызревания в профессии, потому что судьями обычно в те, начале же самых выборов в Америке, для судей квалификация обязательно побыть перед этим прокурором, которого тоже избирают, кстати. И судья – это уже такой предпенсионный вариант, если ты выбираешься в суде, то, как правило, ты после этого, но есть исключения, после этого уже не пойдешь ни губернатора, ни куда-то ищи. Это вот судья-то ухожешь просто на пенсию, в ретайрмент, кататься на куритных лайнерах и играть в боях в охоте. Но в то же время этого человека, который выбирается, судья, как правило, у него за плечами какой-то там либо большой опыт в адвокатуре, либо большой опыт в офисе генерального самого окружного прокурора. Если сейчас просто ввести формально, мы не можем же судьи назначать просто без всяких требований, мы все равно должны будем какие-то требования дать. Вот тот стаж, который судьи будут зарабатывать, если завтра случится прекрасно, Россия, они неизбежно будут зарабатывать сейчас. И в чем будет наш выигрыш с тобой, если там сегодняшний прокурор, который, допустим, тебе предъявил обвинение, да, у нас их было двое, ты помнишь, вот кого бы из них ты бы поддержал, если они двое соревнуются друг с другом на выборах судей. Потому что оба не очень приятны, не самые приятные люди. Поэтому выбор, конечно, хорошая штука, но судей, я боюсь, что неизбежно придется как-то назначать вручную. Хорошо. Очень долго. А если не про судей, если, например, аналог шрифов, например? Ну, здесь есть за и против, да, потому что при, опять же, при текущих условиях такой очевидный кандидатурный шериф в каждом один взятого района будет местный авторитет. Ну, потому что, ну, а как, кто в районе достаточно сильный, да, чтобы взять при контроле преступления? Да, ну, вот как папаша видок, который говорил, что справиться с вором может кто-то другой вор, если завтра будут выбрать шерифа, ты с большой верностью получишь такую лютую смесь отставных милиционеров и действующих авторитетных бизнесменов. Я не уверен, что это тоже хорошо. Вообще, это две очень разных истории. Как управлять системой, которая уже заработала, и как ее поддерживать в смазанном состоянии, и как эту систему выстраивать с нуля. По-моему, постсоветские страны это такая очень сообразная территория, которая очень далеко отъехала от основной траектории развития, очень-очень сильно сбилась оттуда, и чтобы просто вернуть на нормальные рельсы, нужно как-то очень круто закладывать штурвал в обратную сторону. И это очень сложно делать, просто копируя модели, которые выстраивались годами на более или менее благополучной почве. У нас остается примерно минуты полторы где-то до перерыва. Я задам тебе вопрос, который я не планировал задать, но он вытекает, мне кажется, органично из-за того, что мы сейчас с тобой обсуждали. Это действительно большая проблема, что не существует традиций, демократических и так далее, которые могут эту самую прекрасную Россию будущего что ли, ну как-то укрепить в самом начале. Соответственно, для того, чтобы прекрасная Россия будущего устояла, ей нужен просвещенный диктатор, который научит население, или как? А где делают просвещенных диктаторов, ты знаешь? А где и где? Нет, не знаю. Да, я не знаю такого места. Я боюсь, что у нас неизбежно будет диктатор, а уж просвещенный или нет, это как повезет. У нас уже один. Ну да, просто это такой диктатор, который уже как-то держится скорее на ботоксе, как на несущей конструкции, а новому все равно придется принять какие-то решения и что-то делать, и кого-то очень жестко отодвигать, и кого-то назначать. И это будет совсем другой вариант. Я вообще не знаю, по-моему, с каждым днем, который у нас с Путин с нами остается, у нас шансы на то, что будет какой-то мягкий выход из этой ситуации, они там понижаются, 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 и скорее всего будет какой-то очень жесткий выход. И там будет недопросвещение. Там уже будет вопрос, кто переживет первую стадию постоянной прекрасной расщитывающего, а кто останется на этом крипте на склоне грустной России настоящей. Ну, будем надеяться, что все слушается хорошо. Будем надеяться и будем работать на это, друзья. Это уж как всегда. Да, это программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Сегодня мой гость адвокат Илья Нояков. Мы вернемся после небольшого перерыва. Мы сейчас продолжаем транслироваться в YouTube. Ты меня хорошо сейчас слышишь? Или эфир? Отлично. Отлично, да? Нет, я все слышу. Супер. Вопросы такого толка, знаешь, легкого. Ты говоришь, что ты живешь на два дома. Ты уже довольно долго это в последнее время говоришь. Я в Москве не был три месяца уже. У меня там уже все цветы посохли. Мне очень интересен этот концепт. Вот на уровне ощущений, как это проявляется? Что это значит жить на два дома? Смотри, за прошлый год у меня было 150 перелетов. Там цифра немножко выше за счет того, что между Киевом и Москвой нет прямого сообщения и перелет из Киева в Москву и обратно это четыре перелета, а не два. Потому что нужно делать пересадку там, скорее всего, в Минске, там, в Риге или где-то еще. Поза прошлый год была очень похожая картина. Я настолько задолбался, что я сказал себе в начале этого года что все, вот уже надо где-то сесть и не двигаться, потому что это невозможно. и в первый месяц я пролетел еще там, по-моему, полэкватора, потому что я летал в Штаты и еще куда-то летал. А потом случился коронавирус и сдалась мечта идёт. Вот я три месяца в Киеве, я не могу вернуться, потому что если я сейчас приеду в Россию и меня посадят на длинный карантин, а потом еще не выпустят обратно. И приходится резать какие-то неизбежные издержки, отдавать дела коллегам, которые будут вести их вместо меня, которые я собирался вести сам и так далее. Но что делать? Коронавирус такая штука, что он очень многим просто жизни поломал, и если тебе ее не сломали, а просто сделали чуть менее динамично, но... Это уже хорошо, да, это правда. Ну вот, а это как? То есть ты выходишь, там, не знаю, ты попадаешь на почву украинскую, на российскую, для тебя это уже, ну, вот ощущения одинаковые, да, получается? Ну, они разные. Но при этом это и другой дом. Да, конечно, в России как-то все время ходишь так, набычиваешься немножко, потому что ждешь, ждешь какой-то засады от любого встречи, да. Украина, она приятна тем, что здесь как-то все более расслаблено. Это не значит, что лучше, там, да, или благополучнее, или богаче, но ощущение, что да ладно, да что там, то все будет нормально, оно присутствует как-то и в воздухе разлито. Поэтому это, кстати, очень так терапевтически действует. Если кажется, что совсем безнадежно, да, но съездите там, когда это еще было возможно или будет возможно, съедите на пару недель в другую страну, там, продышитесь, посмотрите, как вообще люди живут и понимаешь, что не все так плохо. Ну, ты знаешь, это как, из депрессии есть три выхода, да, Внуково, Шереметьево и Домодель. Уезжая в другую страну, ты все равно с собой берешь себя, понимаешь, поэтому это тоже не все. Это само собой. Не, ну, это не миграция. Еще раз, меня каждый раз спрашивают, Илья, ты уже эмигрировал? Я говорю, нет, я не эмигрировал. Ждите меня с ближайшим западным ветром. Но дела в Москве у тебя есть, да? Да. Если сравнивать по настроению, не знаю, по архитектуре, почему угодно, Киев или Москва? Ну, как-то Киев мне последнее время, вот я сюда вжился, и я начал просто ценить плюсы, которых в Москве их нет, и ты не замечаешь, что их нет, потому что ты привык. Здесь пробки временами такие же, как в Москве, но за счет другого масштаба они просто меньше длятся. То есть в Москве ты по Садову можешь ехать полтора часа, да, а здесь, ну, нет просто таких расстояний, но может быть проспект Победы и Петоне всегда, где ты можешь полтора часа простоять в одной квартире, ты обязательно куда-нибудь свернешь другую сторону. Здесь как-то больше воздух, потому что рядом река большая, которая ну, как-то все очищает. Хотя вот в апреле горели леса, вот в Чехнобыле, там действительно было нечем дышать, но это бывает раз в пару лет не чаще. Здесь здесь очень дешево, если смотреть с точки зрения Москвы. Это может быть не самый главный фактор, но тоже приятно. И здесь странные люди практически не кладут в виду пальмового масла. Это чего уже мы к себе отвыкли. И на раз хочешь, там приходишь из страны, говоришь, дайте мне, пожалуйста, вот колбасу с пальмовым маслом. Тебя смотрят, и говорят, что такое, как это вообще. Ну, это порядки шуток. Не, ну, это хорошо, что отличия есть, и что где-то можно найти что-то для себя по настроению. Это самое главное. Мы войдем где-то примерно секунд через 20, я так понимаю. Давай. Слушай, а меня, вот я сейчас смотрю на свой маленький экран, и кажется, меня срезает под оборудок. Нет? Нет, твое лицо полностью в кадре было все это время. Окей, хорошо. Все, возвращаемся. Добрый день, друзья. Это программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Сегодня мой гость адвокат Илья Новиков. Мы продолжаем обсуждать судебную систему России. И вопрос, который вот тоже очень хорошо ложится в логику обсуждения судебной системы и прекрасной России будущего. Нужна ли абсолютная люстрация судебного корпуса? Ну, если бы мы могли себе его позволить, я бы сказал, что да, конечно, давайте. Господь Жги, как говорится, да. К сожалению, мы его позволить себе не можем, потому что взять его в одночасье и набрать столько судей нереально. Это вот следующий вопрос у меня был, да, поэтому очень хорошо ты его затронул. Просто, не знаю, можно там студентов в порядке призыва, да, там призывать судей, если забить на то, что должен быть возраст, стаж, там какой-то детейский опыт, но если считать, что лучше, лучше безобразно, чем так однообразно, как сейчас. Это нереалистично, и потом, сейчас украинский опыт показывает, что им только что европейский суд сказал, что нет, ваша иллюстрация была очень-очень демократическая, вы всех выгнали, а нужно было разбираться, кто хороший, кто плохой, кто забирал, кто красный. И если считать, что мы останемся в орбите европейского суда, думаю, что останемся все-таки, не вылетим оттуда окончательно, то попытка сплошной иллюстрации столкнется тоже с тем, что это противоречит базовым конвенциям. Можно сделать какие-то более маленькие варианты, можно, например, судьи, перебью тебя сейчас, вот сейчас начал отрезаться по подбородоку, если ты можешь чуть-чуть опустить камеру. Давай вот так. Вот так, отлично. Нормально? Да, супер. Если просто пересадить, условно говоря, гражданских судей, которых у нас больше, потому что гражданских дел в 10 раз больше, чем уголовные. На уголовные дела, и если провести там амнистию и декриминализацию всяких статей типа одноэпизодной перворазовой торговой наркотиками, потому что торговля обычно, подторговля сейчас обычно понимается, что берут потребителя и вешат на него сбыть. Декриминализировать владение наркотиками без сбыта, в общем, пройтись с ножницами по уголовному кодексу и посмотреть, от чего вообще можно на этой стадии избавиться, то в короткую вот такая ротация судей, гражданских судей, поменять местами с уголовными, чтобы не тиражировать опыт вот этого привычного равнодушия к человеку, которого ты отправляешь в тюрьму, на первых порах это, может быть, было бы таким более-менее. Я не уверен, кстати, это вот такое предложение в порядке обсуждения. Я не думаю, что там все коллеги, с которыми мы попробуем судить, все скажут, что да, это хорошая мысль. Многие, наверное, скажут, что нет, это ужасная мысль. Ну, здесь просто возникает проблема, а как все вот эти вот неформальные практики, которые привязаны к каждому человеку, который сейчас находится в судебной системе, как от них избавляться, не люстрируя этих самых людей? Ведь они же, ну, то есть, может произойти та же самая ситуация, которая в политической системе у нас произошла, да, в России не было полноценной иллюстрации, в итоге нами сейчас правят выходцы из КПСС. Как бы, как вот защитить новую судебную систему? Ну, судьи районных судов, то есть низового звена и мировые судьи, они, по большей части, люди молодые, и среди них не так много людей еще с советским опытом, советского образования или работают в советских структурах. Человеку должно быть там хорошо где-то под 60, чтобы у него был такой опыт полноценный. Я думаю, что большая часть судейской молодежи перестроится более-менее легко. Другое дело, что закон, если же мы переписываем закон, то он не должен допускать автоматическое распространение старых практик на новые. Условно говоря, если ты переписываешь уголовный кодекс, ты должен его переклеить так, чтобы у судьи не было возможности автоматом придумать. Ага, значит, раньше была кража стопинаться 8-ая статья, теперь будет там 200 какая-нибудь, но это все равно плюс-минус одно и то же. Работаем как раньше. Когда судя видишь, что они полностью новым материалом по-другому симулированы, по-другому поделены между статьями и нужно заново к этому подходить, усложняет эту практику даже в душе может быть и не против, но он не понимает, но все равно придется разбираться с этим. С процедурами то же самое. Одна из, я считаю, трагических ошибок заключалась в том, что у нас есть преемственность к уголовно-профессуальных кодексу. И кодекс 2001 года был написан путем по сути переписывания с использованием тех же самых терминах, выражения, структуры даже то же самое предыдущего кодекса. И это тоже не влияет хорошо, тоже способствует тому, что люди работают по привычке, подгоняя новое к тому, к чему они привыкли к старым. Если уж делать какую-то масштабную реформу, то нужно ставить в защиту от дурака, то есть в защиту от наезженных людей. Это само собой. Ты сам бы хотел стать сутеей? Нет. Почему? Я учился вот этой самой академии правосудия, и у меня половина моих однокурсников были дети-судьи, у которых было заранее известно, что они пойдут по стопам папы и мамы, что они сначала пойдут в помощники или по секретари, спустя пять лет на работают стаж в районном суде, у кого там получше связи, тот через них будет областным судей. Мне это не казалось интересным. Я когда пошел в адвокатуру, когда у нас там была какая-то встреча выпускников, я уже не помню в каком году, не скажу, ты что, с ума саш? Тебя же после это неизвестного службы. Тебя же после адвокатов никто не возьмет никакой хорошую должность, потому что адвокат это что-то такое, либеральное и вражеское. Я на них смотрю, думаю, ты приходишь, судья, особенно такой начинающий, на которого сваливаются неприятные дела, он, как правило, сидит до ночи там все. И расписывают эти дела. Точнее, не расписывая, а отписывают по-другому это называется. Расписывают председатели, когда он назначает судью на дело, называется расписать. А отписать, это когда судья строчит приговор для решения под дела. Да, судья, который добросовестный, судья, который честный и который нормально это самому делал, это большое дело. Почти такая же самая история, как медик сейчас. Может быть, в мирное время, то есть вне времени эпидемии может быть даже важнее, чем медик. Но не каждый для этого создан, я не считаю, что это. Я как-то привык к более автономному режиму существования. смотри, смотри, тогда вот чуть-чуть хочу вернуться к люстрациям, но перейти уже к другой группе, что ли. Вот если мы говорим про наших полицейских, про вот Министерство внутренних дел, про ФСИН, про силовые, про ФСБ, про силовые органы, вот здесь какой-то есть общий консенсус, да, там в оппозиционной среде, что здесь нужна прям абсолютная люстрация, чуть ли не там по классовому, по коллективному признаку. Вот ты с этим согласен? Ну, опять же, это здорово сделать. То есть, я, допустим, да, начинаю фантазировать. Сейчас уже включается полет фантазии без убеждений. Значит, допустим, мы завтра спустили ФСБ. Что мы потеряем в смысле безопасности? Якобы есть какое-то гигантское количество предотвращенных терактов в ФСБ. Я в это не очень верю. Если передать, условно говоря, ту же самую функцию гражданской полиции, то будет ли гражданская полиция хуже нам предотвращать теракты, чем вот эти вот кадровые чекисты с холодными сердцами? Честными руками? Я не думаю. Если мы пытаемся по тому же принципу перелопатить полицию, которую у нас, сколько там полиции? Ну, за миллион, по-моему. Ну, так, примерно. точная цифра, не меньше миллиона точно. Там, допустим, Росгвардию можно без потери распустить, а полицию, что тебе окажется? Вот ты сейчас распустил, вчера ты распустил ФСБ, сегодня ты распустил Росгвардию, завтра ты набираешь людей в полицию и в очереди в отделы кадров полиции у тебя выстраиваются уволенные люди из ФСБ и Росгвардию. Вообще, я не знаю, нам нет, хорошо, что со всем этим делать. Понятно, что даже если хотела просто вынуть и вынуть из-под сукна старые дела, которые под сукно были положены, потому что какой-то майор прикрыл какого-то сержанта. И волить вот этих майоров и сержантов и понадеяться, что те, про кого мы не знаем, что они под сукном что-то лежали, что они будут работать лучше. Потом понять, что это не работает, уволить этих, набрать следующих, понять, что это не работает, уволить этих, набрать следующих. Только к концу второго захода, скорее всего, то правительство, которое начинало эту веселую карусель, уже не будет правительством и придется начинать все сначала. Поэтому, честно, у меня нет никакой хорошей идеи, которая бы спасла бы нас, если завтра нам с тобой пришлось рекомендовать полицию. Это очень громоздкая структура с очень большой частью принятых. Я с тобой согласен в этом смысле. Причем тут действительно очень, вроде как, правильно сказать про иллюстрации, но с другой стороны, если проводить их по классовому коллективному признаку, о котором я только что говорил, мне, например, это не кажется очень справедливым, потому что наверняка там есть люди, которые не совершают преступлений. Может быть, у нас даже никогда не будет возможности узнать, а может быть, будет. Я подозреваю, что их там большинство. Ну вот, да, и еще, соответственно, всех людей, которые добросовестно работают на... Я может быть лично, я считаю, что это больше, чем пакет. Вот, да, поэтому просто я вот к чему говорю, да, про этот консенсус, который есть в оппозиционной среде, я не могу себя причислить к этому консенсусу. Мне кажется, что все-таки люди должны отвечать по своим делам, а не по своей принадлежности к чему-то. Ну, для меня новость, что я вообще вхожу в эту оппозиционную среду. Нет, нет, я просто говорю, я как это, как, если хочешь, причисляю. Я живу сам по себе мальчик, и тут оказывается, что мне нужно согласовывать свои теории. А с оппозиционным обкомом, конечно. Слушай. Нет, спасибо вам на добром условии, конечно, но как-нибудь... Правоохранительная система какой страны тебе больше всего нравится? Ну, лучше всего, конечно, жить в каком-нибудь Эйфтенштейне, где полтора полицейских и там два правонарушителя. Но просто если мы говорим о странах более-менее большого размера, там, начиная от 20 миллионов и выше, да, то никакой из них система не прекрасна, да, любой из них. Ну, считается, что очень здравая основа лежит под полицейской организацией США. Что там сейчас происходит? Один раз полыхнуло и занялось повсеместно, да, и уже никто не понимает, там, одни западники, другие полиции. Кто больше виноват, полицейские или леваки, понимаешь, тут все-таки? Нет, я считаю, что ситуации разные. В одних виноваты полицейские, в других леваки. Ну, я согласен с тобой. Попытка решить этот вопрос раз и не всегда, что вот эти белые, эти черные, то есть наоборот, да, там, не знаю, получился каламбур, который я не планировал. Вот эти хорошие, эти плохие. Это бессмысленный подход. Я согласен. А вообще в стране, где благополучная социальная обстановка, там, как правило, от полиции не требуются каких-то нравственных подвигов или подвигов доблести профессиональной, чтобы поддерживать ситуацию на нормальном уровне. В стране, где все плохо, все будет плохо и с полицией. И где у этого удава голова, а где хвост? Ну, трудно сказать. Наверное, все-таки голова – это социальность. Нет, здесь совершенно правильно, конечно, и надо всегда в коре. Они перестают колоться, они перестают там сбивать витрины магазина, чтобы стащить кусок хлеба, и сразу оказывается, что полиции, которой до этого было недостаточно, оказалось достаточно. Да, да, это все правда. Действительно, социальные проблемы, они в этом смысле первичны. Но это уже совсем другая тема для разговора, и тема, почему всякие социальные выплаты и тому подобные вещи в этой ситуации не работают, я оставлю для какого-нибудь другого разговора. Перейду я сейчас к следующей теме, к Украине. И к твоему подзащитному Петру Порошенко, бывшему президенту Украины. Вот смотри, ты часто говоришь, что это политическое преследование. Но из тех интервью, которые я с тобой смотрел, вот на этом примерно и заканчивается все. Если конкретно говорить, в чем его обвиняют? На этом заканчивается просто потому, что люди, которые эти интервью берут, и люди, которые их слушают, как правило, погружены в контекст. Что происходит? Вот президент Зеленский, на сколько еще времени осталось? У нас осталось примерно минут 9 еще. Ну отлично. Значит, нужно начинать с того, что президент Зеленский выиграл выборы на двух очень связанных простых тезисах. Первый тезис, что Порошенко и его окружение воруют на войне. И второе тезис, что как только Зеленский придет в власти, он, а, сам не будет воровать, и поэтому он быстро войну закончен, потому что ему это не будет выгодно, и, б, он посадит Порошенко и тех, кто воролся с ним, потому что они враги. Приходит к власти Зеленский, у него инаугурация была 20-го, по-моему, мая 19-го года. Первое уголовное дело на Порошенко возникает 21-го. И это дело с сюжетом о том, что проход военных кораблей Украины через Керченский пролив, который закончится стрельбой и захватом в плен 24-х моряков, одного из которых я тоже защищал, с коллегами. Вот это была военная провокация, рассчитанная на то, что Россия откроет агон, и под это дело можно будет купить президентский выбор, введя военные положения. Уже в этот момент даже у людей, которые как-то с энтузиазмом относились к идеям Зеленского, должен был начать звенеть звоночек, что это не совсем то, про что шла речь. Что речь шла про то, что там были какие-то хищения на военных поставках, а тут вроде всем известна история, тем более история, в которой все украинские ведомства, начиная с Министерства иностранных дел, занимали ту позицию, что украинские военные правы, а российские военные неправы. И тут такой кульбик. Значит, дальше начинаются дела о том, что госизмена являлась подписанием Минских соглашений. О том, что госизменой являлась назначение, назначение это не госизмена была, а попытка захвата власти, когда он назначил заместителя рукой для внешней разведки. Госизменой было приказ о контрнаступлении в 2014 году, который, собственно, и определило то, что под контролем ДНР сейчас находятся треть территории двух областей, а не гораздо больше. Дальше пошли дела разного калибра, вплоть до того, что последнее по время возбуждения дела у нас касается хулиганства, которое Порошенко лично совершил во время предвыборной поездки. Там где-то в Запорожье у какой-то женщины из рук выглядели телефон, и вот это у меня. И там этих дел уже 27 штук, и вопрос не в том, что... 27, да. Как говорилось одно старое стихотворение, их могилы песками не занесутся, 26 и 26. И смотри, ну допустим, тебе обещают его торги, да, вот у тебя там плохой президент Никсон, который пробрался, да, вот приходит хороший после него карта и говорит, я посажу сейчас Никсон, да. И все понимают, что если у торги, это какая-то одна серьезная история. Ну, может быть, там две серьезные истории, да, но не бывает 27 у торги. И вопрос не в том, что эти дела возбуждаются, потому что в Украине не такая система, как у нас. Вот ты подлал кого-нибудь бредовое заявление. А вот одно из заявлений, которое подал один депутат, о том, что Порошенко совместно с Бараком Обамой похитили из бюджета Украины 100 миллионов долларов. Обама и там постарался, нормально. Обама и там нагадил, да. И, по-моему, там Меркью еще с ним была. Я не помню точно, как он там. На стрёме стоял. Симулировал. Ну, в общем, понятно, что это бредовая история, что из нее ничего никогда не выйдет, кроме пиара этого депутата. Но вот это дело регистрируют, и дальше его либо кладут под сукно, с пониманием, что, ну, это мертвая рожденная история, либо его начинают активно рассыпать. И системность вот этих вот дел против Порошенко именно в том, что их все начинали резко активно рассыпать. А осенью еще подоспели прослушки из кабинета местного коллеги, скажем, Бастрыкина, да, вот здесь есть державное другое расследование, которое в России называется Следственный комитет. И этого главну слушали, и просто было слышно, как он отчитывается, что да, 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 мы сейчас обеспечим, что Порошенко не будет вылезать с допросом. А учитывается он перед человеком, у которого имя и отчество совпадают с тогдашним начальником администрации Зеленского. И вот как, что об этом нужно было? Это политическое преследование или еще нет? Поэтому да, вопрос о том, что он политическое, он, я считаю, что решен бесповоротно. Уже сейчас, чтобы Зеленский не делал, чтобы он не заявлял, он там недавно снова сказал, что нет, он считает, что это не политика. Ну, это вопрос уже заигран, извините. Вы уже дали понять, что это политика. И последний, наверное, штришок, который он тоже в России, может быть, не все знают, здесь уволили генерального прокурора, которого в разговоре с Трампом Зеленский называл «100% мой человек». Вот была эта беседа, которую там по сигналу выставил Блобера из администрации Трампа там публиковали. И Зеленский говорит «this is 100% my person». Слушай, у нас остается примерно две минуты. Я хочу... Да, его уволили с комментарием, что последней каплей было то, что не подписал подозрения Порошенко. Вот я хочу успеть тебе задать вопрос как раз в связи с Порошенко и Байденом. Тут вот недавно, в очередной раз, якобы его, предположительно, его переговоры с Байденом опубликовали. И, как пишет РБК, на них человек с голосом, похожим на вице-президента США, предостерегал президента Украины от отставки главы нефтегаза, нефтегаза, нафтегаза, вернее, а тот советовался с ним по кадровым вопросам. Вот как ты можешь это прокомментировать? Ну, первый комментарий, то, что у Байдена это уже прокомментировали как «it's a nothing burger», то есть пирожок с ничем, по-русски. Действительно пирожок с ничем. Все разговоры, которые были у Порошенко с Байденом, их было много, они касались, что называется, бизнеса state-to-state, то есть межгосударственных дел. И на тех фрагментах, которые опубликованы, нет, ну, ничего такого, чтобы выходило за пределы этой безопасности, потому что штаты давали украине деньги. И то, о чем говорил Байден, он говорил, да, мы хотим, чтобы наши деньги не были потрачены на сбоку газа в России по завышенным ценам, мы хотим, чтобы они не были разворованы, мы не хотим, чтобы они ушли туда и сюда. Можете ли вам обещать, что это будет сделано, и можете ли вам обещать, что люди, которые следят за этими делами, на посту генпрокурора, на посту председателя правительства, что они будут ответственны. Вот об этом был разговор. Ну, это примерно из серии «Это мой на 100% мой человек» и так далее. И, кстати, Порошенко Байдена там называют ангелом-хранителем. Ну, это, что называется, юмор политиков, да, кто кому ангел-хранитель. Нет, я не призываю верить не на слово, просто послушайте или почитайте, кто нас слышит, почитайте эти выдержки, там действительно ничего нет. Вот что бы выходило за пределы нормального ожидания, о чем могут говорить вице-президент США с президентом Украины. Ты сам говорил, что тебе было бы сложно защищать человека, которому ты не симпатизируешь. Вот в таком случае, за где-то минуты-полторы, ответь, пожалуйста, чем у тебя Порошенко вызывает симпатию? Ну, я с ним сработался уже за это время. Мы познакомились, по-моему, в первые годы, в году в 16-м, наверное. Мне кажется, что у него есть очень здравая позиция, в особенности, эта позиция здравая по контрасту с позицией Зеленской. У меня здесь в Украине хватает друзей, и за последний год даже те, кто был там более-менее очарован свежестью и вот этой вот зеленью и прелестью новизны, большинство из них разочаровались. И единственная альтернатива на таком серьезном парламентском уровне, который существует сейчас, который предлагает кто-то, по отношению к Зеленскому, это Порошенко и ее партия. Так что мне очень комфортно работать. У меня это никакого внутреннего напряжения от того, что вот там, например, кто-то говорит, вы всегда что-нибудь говорили, да, там, Илья, я вас разочаровался, когда вы стали заезжать в Сарчин. Илья, я вас разочаровался, когда вы стали заезжать в Жукова, да. Илья, какой кошмар, вы заезжаете Порошенко. Ну, слушайте. Ну, то есть ты никакой вины его ни в чем не видишь, условно? Нет. Ну, это как минимум, если просто опираться на твое слово человеку, который, например, не в повестке. Никогда не нужно опираться на слово адвоката. Если что-то, что называется, зудит и беспокоит, ну, пойди, почитай, благо все это есть в интернете. Зеленский тебе не нравится? Публично. Я считаю, что Зеленский, даже если принять, у меня есть там друг, который близко с ним общается, который говорит, что это самый честный человек на свете. Даже если принять, что Зеленский самый честный человек на свете, я вижу, что у него не получается. Что то, что он делает, выходит очень-очень неудачно. Ну, украинская политика, это вообще вещь, наверное, очень интересная для любого человека. Знаешь, что лучше по сравнению с Россией? 10 секунд у нас примерно. В Украине политика есть, в России политика нет. Ну, вот я это... В России парад. Парад и голосование за конституцию. Я примерно к этому и хотел подвести, то, что человеку, который интересуется в России политикой, обсуждать политику в России, к сожалению, нет материала для этого. Поэтому, да, можно украинскую политику обсуждать еще очень долго, но, Илья, к сожалению, у нас время подходит к концу. Поэтому, друзья, это была программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Моим гостем был адвокат Илья Ноиков. Спасибо большое, Илья. До встречи. Все? Супер. Спасибо большое, Илья. Давай. Спасибо. Пока-пока. Новых встреч.